Казнить нельзя помиловать. На едином государственном экзамене важную роль играет каждая запятая. Диепричастные обороты и сложные суффиксы на три с половиной часа поглотили внимание самарских школьников. Дарья Анисина в своих силах уверена, но по тонкому льду русского языка говорит, нужно ходить осторожно. Трудности подстерегают на каждом шагу. Большинство моих одноклассников очень волнуется, я как-то поспокойнее. Может потому что знаю, что готова. Не знаю. Ну да, конечно, первый экзамен. Волнуемся. Сложности, я думаю, будут в цей части с аргументами. И скорее всего, все-таки какие-нибудь паронимы, что-нибудь вроде этого. Организаторы говорят, экзамен в первую очередь – испытание психологическое. Детей необходимо подготовить к тому, что они несут полную ответственность за свои знания и за то, как смогут их применить. Чтобы климат на экзамене был теплым и солнечным, ребят стараются окружить заботой и участием. Отношения очень добрые, внимательные, заботливые, потому что дети пришли в другую школу и, естественно, волнение уже есть. И когда они встречают внимательных и заботливых учителей и присутствующих, то, естественно, и спокойствие придет и к детям. В Самарской области за партой сели свыше 14 тысяч школьников. В регионе открыто более сотни пунктов сдачи ЕГЭ, которые расположены не только в школах, но и в больницах, на дому и при исправительных колониях. Более того, все условия созданы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня у нас пишут ребята, используя азбуку Брайля. Сегодня у нас есть выпускники, которые слабовидящие, и они работают с увеличенным контрольно-измерительным материалом. Это делается специально. У нас есть отдельная аудитория для ребят, плохо слышащих, и с ними работают сурдопереводчики. То есть все условия для всех, кого было нужно что-то особое, мы действительно создали. По русскому языку минимальный балл для получения аттестата 24, а чтобы подать документы в ВУЗ, необходимо набрать не менее 36 баллов. Свои результаты школьники узнают 8 июня. Следующий экзамен по математике ждет ребят 1 июня. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.